Привет, друзья, привет, подписчики! В сегодняшнем видео вы узнаете, как скрыть свой ТикТок от знакомых и близких вам людей. К примеру, вы снимаете ТикТок, и какие-то там ваши уже друзья заходят в него и смотрят ваши видосики. Вы об этом не хотели бы, чтобы они знали, и хотите всячески оградить свой ТикТок от вот этих вот лишних мнений своих друзей, от своих там знакомых и так дальше. Ну, так часто бывает, что мы не хотим показывать свое творчество тем людям, которые нас могут осудить, либо же мы стесняемся и так дальше. Ну, я вас понимаю, и в этом видео я вам расскажу, как это все отключить, как сделать так, чтобы никто не знал никогда о существовании вашего ТикТока. С вас лайки, подписка, с меня больше интересного контента, сейчас показываю, как это сделать. Вы заходите в ТикТок на главную страницу, в правом верхнем углу у вас будет три полоски, выбираете три полоски и попадаете вот в пункт настройки конфиденциальности. Здесь будет очень много пунктов, нас интересует вот этот вот пункт, который называется конфиденциальность. Видим в конфиденциальности, и здесь у вас будет несколько таких вот тоже пункт рекомендовать ваш аккаунт другим. Видите такой вот пункт? Вы заходите сюда, и у вас вот, смотрите, будут вот эти вот пункты. Контакты. Ваш контакт будет появляться в рекомендациях у контактов. Для работы этой функции необходимо добавить номер телефона, добавить почту, либо синхронизировать контакты. Когда мы регистрируемся, у нас почта есть, когда мы регистрируемся в ТикТоке, у нас номер. Если у вас включен этот список, то вот ваши все друзья, у которых есть ваш номер телефона, да, ТикТок будет подгонять им в ленту, бросать ваши видосы. Они такие, о, блин, класс, этот чувак, либо, да не, этот вот чувак, смотрите, какую дичь он снимает. Выключайте контакт. Друзья в Фейсбук, то есть ТикТок будет синхронизироваться с Фейсбуком, чтобы найти ваших друзей. Ну, таким образом, рекомендовать ваше видео им, может им понравиться, но он так думает, тоже выключаем. Люди, которые открывают и присылают вам ссылки, тоже выключать. Вот этот вот пункт, ваш аккаунт будет виден в рекомендации. Люди, которые прислали вам ссылки или открыли ссылки, которые вы прислали им. Это относится к ссылкам на контент в ТикТок и так дальше. То есть кому-то вы там отправили какую-то ссылочку когда-либо, давно-давно, и ТикТок его будет все рекомендовать. Если же вы не хотите, чтобы так было, то вам просто-напросто нужно вот это вот все дело отключить. И тогда у вас не будет проблем никаких, никто не будет знать ваш ТикТок вообще, честно говоря. Возвращаемся на один раз, то есть назад. И здесь мы видим синхронизацию контактов и друзей. Вот видите, из Фейсбука. Заходим сюда, синхронизировать контакты. Это то есть будет опять-таки с ТикТока, с Фейсбука браться постоянная информация. Ну, оно вам не надо? Нет, конечно, не надо. Этот пункт мы выключаем. Конечно же. Следующий пункт у нас есть. Синхронизация друзей из Фейсбука. Тоже мы выключаем. Если, смотрите, у вас есть вот такая вот светящаяся удаление, удалить ранее синхронизированные контакты. Вы тоже их выключаете. И все. И у вас проблем не будет. Опять-таки назад. Возвращаемся на один пункт. И здесь у вас еще будет такой пунктик, который называется подписки. Видите, вот ниже подписки. Кто может видеть ваши подписки? И вы выключайте, ставьте только я. Потому что если все, то у вас будет, как сказать, синхронизация типа подпискам. И ТикТок будет все-таки рекомендовать ваше видео другим зрителям. Вот такое вот видео. Вот такое вот видео полезное, я думаю. И подпишитесь, поделитесь что ли ним. Будет очень приятно. Всем добра. Продолжение следует.